добрый вечер на мой женский взгляд этот год был смешной и грустный и наступающий год имеет все предпосылки быть тоже если еще более смешным и грустным и относиться к этому можно с иронией и только с иронией в общем нужно поступать примерно как президент вам про экономику а вы в ответ анекдот встречаются два приятеля один другого спрашивает как дела тут гай ну вот как в полоску черная белая сейчас какая сейчас ведь черная проходит еще там полгода ну как дела да знаю в полоску часто какая сейчас говорит черная нет тогда же была черная нет выясняется что тогда была белая на мой женский взгляд это лучший анекдот года и потом профит президент прав жизненная правда полосата глядишь цены на нефть снова вырастут и придет к нам опять полоса белая кстати точно также считает и певец дмитрий маликов он записал песню под названием новогоднее обращение к рублю в этой самой песне певец маликов обещает что российская национальная валюта скоро взлетит как сокол и называет рубль русским храбрецом полосатой жизни пусть придет конец ты взлетишь как сокол русский наш храбрец только потерпи немного потерпи пусть тяжеловато счастье впереди на мой женский взгляд это лучшая песня года и потом прав ты певец маликов прав пусть тяжеловато счастье впереди безусловно точно также считает и мэр вологды евгений шулепов он на мой женский взгляд произнес фразу года еще феврале на заседании антикризисного штаба мэр порадовал своих избирателей оптимистичным прогнозом сказал что весной обязательно станет легче понятно что придет весна пойдет крапива там пойдет будет легче но до весны надо дожить все вместе и ведь прав был мэр вологды прав дожили же до весны и пережили и не без помощи крапивы наверное кстати лучший кулинарный рецепт года на мой женский взгляд выдал губернатор калужской области анатолий артамонов в августе на заседании правительства при обсуждении резкого роста цен на сахар и даже дефицита онова в некоторых магазинах калужский губернатор высказался резко против варки варенья абсолютно бесполезное занятие варить варенье кроме вреда ничего нету в этом брали бы ягоды замораживали холодильник есть у всех сказал губернатор артамонов в общем непростая политико-экономическая ситуация сделала язык наших чиновников неожиданно образным а их поступки еще более замысловатыми так название придумка года на мой женский взгляд претендует сразу несколько претендентов первые чиновники из красноярска которые придумали хитроумный способ ликвидировать очередь в детский сад малышей сначала распределяли в недостроенные и недоремонтированы детские сады а потом некоторых и вовсе скомплектовали в несуществующий детский сад под номером 1 2 3 4 5 ну в чувстве юмора нашим чиновникам не откажешь но всех или юморили чиновники самары они провели юбилей мэра самары олега фурсова под видом новогоднего детского утренника это позволило поставить продукты на мэрский день рождения совершенно безвозмездно то есть даром за счет бюджета в общем как всем этим историям нужно подходить только с юмором никак иначе тем более что не все так плохо а вот например новогодний корпоратив компании раз на на доказывает что наоборот все очень даже хорошо у нас очень много денег и просто вот совсем много это практически лучший тост года хотела бы я после этого еще что-нибудь вам пожелать но лучше чем психиатр и юморист андрей биржоне скажешь будьте здоровы держите себя в руках держите себя в руках и все обязательно будет хорошо с наступающим всегда ваша юлия сорокина удачи